всем добрейшего денежка дорогие мои сегодня у нас суббота 28 сентября время уже практически пол первого 12 25 и я сейчас на работе у меня небольшой перерыв и сегодня в метро я записал для вас видео и я вынужден его сейчас перезаписывать метро не получилось там долго объяснить в общем технические проблемы и так я продолжаю вторую часть записываю ролика о толерантной параметры часть 2 первое почему у вас так интересует не знаю ну ладно раз уж интересует и отвечу желание зрителя должны выполняться по мере возможности и так про геев вообще про всех этих меньшевиков и так я являюсь убежденным гетеру утверждаю что идеология лгбт это путь в никуда я не считаю гомосексуализм норм как некоторые мне пишут в личку что гетеросексуализм это не есть норма а всего лишь массовые явления что якобы гомосексуализм и то есть абсолютная норма нет это не норма это отклонение от нормы на самом деле при всем моем скажем прямо так неоднозначном отношении к совку и все что было связано к этому с этим временем все таки я скажу что при советском союзе гомосексуализм лечился и лечился намного легче даже чем алкоголизм из тех кого я знаю здесь разумеется руки я никогда не продам за один стол если мне не сяду об этом чуть позже так вот геи это как правило такие избалованные истерички с конкретно поехавшим кукухой а лесбиянки это тоже истерички но только с явным недотрахом на лице а те кого я видел это как правило люди с педофилическими наклонностями кстати они потом были арестованы и осуждены за вот по этим стрёмным статьям здесь процент педофилов среди геев очень высок это не мое ему заключение это это полицейская статистика кстати недавно как на пол 4 назад это еще было до до пандемии здесь в музее монха была выставка и там значит представлялись два супруга художники вот и как вам сказать у меня трехлетний внук сейчас также рисует или я думаю может меня бросить чем я занимаюсь и пойти в живопись то что они изложили это в общем когда я говорил с организаторами а че так можно было что ли да это такое искусство а сами художники говорили вы все дебилы я так вижу я художник я так вижу так вот и еще об одном художнике чуть попозже поговорим я спрашиваю а в чем их достоинство он говорит ну вот они геи ну хорошо геи а дальше а достоинство это их в чем что они делают они талантливые они что-то нет то что они выставили сейчас трехлетние дети в садике это рисуют что-то не знаю продавалось это наверное продавалось за хорошие деньги они повторяют ну ты не понимал что ли они геи ну и дальше что я услышал они геи а что еще то есть все таланты на этом закончились то есть не надо быть талантливым художником писателем там буквально разрывать себе мост ночами там над какими-то проектами все надо не надо работать головой а надо работать да да и так дальше продолжая ваши вопросы дорогие мои мое мнение было и остается прежним что в мире есть два пола два мужской и женский третий пол небинарная или вебинарная личность это все чистейшая психиатрия хотя я не вражу у меня нет медицинского образования но все вот эти третий пол там трансгендер кстати о трансгендерах еще поговорим это все чистейшая психиатрия так что как я сказал с геми я на одном гитаре и даже срать не себя грубо говоря дальше однополые браки что вот там нет насилия дорогие мои однополые браки это тот же самый путь ЛГБТ который пути в никуда потому как однополые браки не дают потомство это никакой толерантности не переплюнуть однополые браки не дают потомство все искусственное оплодотворение женщин и усыновление детей это не совсем одно и то же хотя как я сказал среди геев и лесбиянок процент педофилов намного выше чем у обычных людей дальше что меня задело один из зрителей написал по поводу моего ролика посмотрите там где-то полгода назад я писал его также в микро по поводу что секс-туризм это удел лохов и серв да действительно есть один карталовый блогер travel-блогер-миллионник который ездит по странам третьего и четвертого мира там и трахает все что шевелится а что не шевелится он сам шевелит как он трахает так вот я не буду называть его имени не догадаетесь одного раза в общем кроме того он выкладывает на патреоне как говорят там откровенную порнушку но я подписан на него на патреоне но копейки не должны дал вот он все это мне не и меня поражает то как он с ними ведет себя вот в наших краях откуда я родом вообще не принято целовать женщину незнакомую тем более в губы потому что я например точно не знаю что у нее могло быть во рту пять лет назад я натурально брезгую потом все кто ездит на секс туризм я вам конкретно говорю ребята вы лохи вы летите 10-12 тысяч километров хрен знает куда в тьму таракань чтобы там подцепить целый букет срамных болезней только не надо мне предзащитить предохранение презерватив предохраняет всего на 50 процентов то есть либо ты подцепишь либо нет потом есть целый список заболеваний срамных такие как лобковый педикулез генитальный герпес несколько видов хламидии от которого не спасает ни один презерватив заражение 100 процентное излечение невозможно болезнь просто немного заглушается и уходит в хроническую форму откуда я все это знаю мои друзья ну оттуда еще с прошлой жизни сашкента они попереболели всем списком винилища заболеваний вот какой есть некоторые даже по два раза у одному даже был ВИЧ и от чего он кстати и умер потом Сашка Полянин очень тяжелая судьба у человека было два срока в Афгане он прошел срочно сверхсрочно и потом еще у него были дважды приключения очень непростая судьба но вот умер от ВИЧа поймал на проституте кстати поэтому у меня очень простой рецепт как не подцепить никакую заразу я этим рецептом пользуюсь уже больше 30 лет действует на 100 на 200 на 1000 процентов действует не надо трахаться где попало и с кем попало вот и все у всех женщин все одинаково две сиски одна писка все другой момент что ты можешь получить от проститутки то чего тебе не может дать жена это уже вопрос такой морали но ты лошара такой едешь хрен знает куда платишь какие-то бабки летишь там десять пять шесть часов а скажи а у тебя в твоем городе тебе никто не дает что ли так получается или что то же самое с женщиной ты такая стерва что с тобой никто спать ты хочешь что ты едешь туда тебя имеют там погонщики верблюдов и аниматоры из отеля нет дальше свобода свобода переходящая до беспредела учитывая что как я сказал вот этих тревел-блогеров и так называемых секс-туризмов которые там целуются с ними я уже не говорю о том что в общем те болезни передаются те же гельминты или стоматологические болезни там какие-то артриты или что там еще с ними даже сейчас я знаю что язва желудка бактерии есть бактерии которые могут вызвать язву желудка я уже говорю о том что кариеса всяких родом полосы все это передается через поцелуи учитывая что я не хочу не надо меня обвинуть к расизму или прочему у каждого народа есть свои стандарты чистоты и гигиены личной гигиены когда я был скажем в том же Египте в Турции не никакой самофобии ничего но там у местного населения свои стандарты чистоты и личной гигиены которые мне как европейскому человеку они не подходят я натурально там буду болеть то как они живут по этим стандартам эти стандарты для меня неприемлемы далее по поводу свободы поэтому целовать незнакомую женщину в губы это потом свобода о которой говорят к примеру в соседней Швеции было так скажем лет десять назад чтобы не обмануть вас были даже народные волнения что ультралибералы опять же привет всем моим землякам и я утверждаю и готов это доказать на основе фактов что избыток свободы и демократии он намного хуже чем их недостаток потому как в Норвегии тоже это пытались привести там какие-то даже успехи у них были в этом плане в общем какие-то местные умники вышли в парламент это депутаты были боюсь обмануть вас из какой партии если есть люди со Швецией те кто владеет ситуацией пожалуйста напишите об этом в комментах так вот они хотели притащить притащили вернее в парламент и это дело обсуждалось что педофилия инцест зоофилия и некрофилия должна быть исключена из уголовного кодекса и признана как сексуальная ориентация что вы по всему этому думаете далее в 2000 году насколько я знаю ВОЗ всемирная организация здравоохранения исключила гомосексуализм из списка психиатрических заболеваний а следом пытались они сделать то же самое что умрать педофилию из педофилию педофилии и внести его педофилию как сексуальную ориентацию также они предлагали довести возраст согласия до 12 лет сейчас возраст согласия когда можно вступать в сексуальную связь 16 лет они хотели сделать 12 лет грубо говоря цыганский вариант допустим цыгане то есть тогда у девочки начинаются первые естественные биологические процессы то есть все с этого момента по их разумению ребенку можно вступать в половую связь со взрослым мужчиной вот ну еще такая тема значит по трансгендеров и все вот эти вот генетические переходы а гендерные переходы как я вам сказал в первом ролике что здесь недалеко от нас был один такой ну как было есть дом престарелых и там живут старые геи которые никому не нужны вообще так вот все они ходят в подгузниках потому что они натурально ходят под себя у них недержание кала я повторяю не врач насколько знаю есть такой орган человек называется сфинктер поищите погуглите проще говоря они все страдают недержанием кала если у каждого из вас была такая ситуация вам хочется в туалет по самой большой нужде транспорта то есть вы же можете терпеть как-то напрягать критеральные мышцы извините за столь мотивные подробности но вы же как-то с этим справляетесь так вот геи которые занимаются этим они у них происходит недержание кала то есть проще говоря он дрищит где попало и задержать тебе не будет на три метра против ветра еще один момент это я уже узнал здесь от одного норвежца который был женат на одном тайском трансе значит они оплатили какие-то большие деньги везли его какие-то операции делали то что называется гендерный переход так вот они удалили мужские половые органы и как я из того что я понял опять же повторюсь я не медик если есть люди с медицинским образованием пожалуйста опровергивайте меня или подтвердить вот внизу вот здесь в комментах напишите крайне любопытная тема по крайней мере то о чем мои толерантные коллеги никогда не скажут так вот природу нельзя обмануть если вкратце то есть мужчина никогда не забеременеет а женщина никогда не сможет такого творить так вот они сделали так называемый гендерный переход они удалили все гениталии то есть сделали и кастрацию и удалили все органы и попробовали срубить нечто похожее на женский половой орган естественно это не получилось то есть парень очень сильно мучается ну понятно грудь они нарастили там не то и планты не то гормоны значит женский половой орган у него не действует по прямому назначению даже для мучно-испускания там какие-то кубамбасы они используют дальше нельзя опануть природу какие-либо ты нажирал гормоны как я понимаю но все равно тестостерон есть сперматозоиды вырабатываются организмом а выхода нет если человек оказывается долгие годы в тюрьме и там это дело как западло чем опускаться до однополых отношений у зэка всегда есть руки вот ну потом честно говоря на зонах есть женщины воли женщины которые не прочь скрасить досуг там сексуальная тема не стоит так просто так вот у этого парня продолжались выработки сперматозоидов и у него начинала реально крыша если же при наличии мужского полового органа он мог бы хотя бы сам собой чтобы выплеснуть это все то этого полового органа у него нет они даже не могли не делать массаж простаты так я понял в общем дело закончилось тем что парень сам себя приговорил вот и процент таких вот такой процент очень высокий потом сейчас пошла другая мода вот обратный гендерный переход то есть ребята если так можно назвать разочаровавшиеся в однополые любви и прочее то есть они возвращаются опять в мужской вид а девушки женские кстати у меня есть несколько знакомых девушек которые выглядят как мужчины отсутствуют грудь и не заглядывал туда по моему на вот и они начинают бриться у них такой большой пушок появляется и они пытаются огрубить голос и все равно они остаются женщины со всеми биологическими процессами надеюсь по моему я ответил на все ваши вопросы по первой части и мы переходим к следующему итак часть 2 про моих коллег дело в том что в этом болоте я уже более чем 25 лет с 1998 года как только освободился из тюрьмы я могу констатировать факт что в этом плане мои коллеги я имею ввиду правозащитные организации начнем с этой помойки ООН Амнистии Интернешнл Федерации и прочее и прочее и прочее странах Центральной Азии сделали чуть меньше чем ничего странно что их всегда интересовали так называемая вооруженная позиция когда я пытался донести им некоторые детали по нарушениям прав человека их очень сильно интересовали они тогда их называли ваххабиты и все что касается темы ЛГБТ кстати в последний раз надеюсь это было последний раз в Варшаве в 2020 году в октябре я делал доклад на моем канале есть об этом я делал доклад альтернативный доклад о правах человека в Узбекистане о пытках о тюрьмах рядом сидели представители этой помойки ООН и кто-то еще не помнил кто-то шел ко мне в дом к тому нет соседом так вот они сидели один даже правильно поверялся в носу прям публичный ну козявки не ел но поверялся в носу и как только у меня одна коллега Таня Долгатова привет сказала что у нас в Ташкенте есть парень один в общем он еще не сделал гендерный переход но стал трансгендерной женщиной в общем его закрыли в КПЗ там за драку в общем сейчас ему очень тяжело вы бы видели как они все ошиблись где как что зачем почему это по отношению к этим и так навязано подчеркнуто вот это жополистия чтобы никто упасили вас здравый смысл не обвинил вас в гомофобии что такое гомофобия я уже говорил у меня нет гомофобии никакой но кроме гомофобии есть еще и другие вещи потому как заходя в офис скажем любой организации здесь ну не любой но многих правозащитных организаций они смотрят на меня как на какое-то чудовище потому как по их разумению если ты белый ты уже просто по определению расист все кроме того в Европе есть такая поговорка она называется ты тот как ты выглядишь по русски это звучит что встречают по одежке но есть в русском языке продолжение этой поговорки провожают по уму а у европейцев оно звучит что о людях судят по результатам их дел я еще проще утрировал все это птичку и ведьму папамету так вот в Европе заходя в офисы многих правозащитных организаций я испытываю какой-то метео диссонанс я думаю что я попал не в правозащитную организацию а в какой-нибудь военкомат где-нибудь в Сирии ну военкомат в Сирии или в Ираке где-то где вербуют боевиков идию потому что так они будут и вот как ты выглядишь ребята земляки никакой исламофобии но вот эти вот как ни приду что да вот эти бородатые шайтаны в чалмах они там правозащитники они тебе конкретно говорят ты грязная русская семья хотя один из них узнал что я по материнской линии поволжский минус и называть меня русские фашисты я никогда не жил русский фашист пошел вон отсюда да с какой радостью ты ты русский фашист пошел вон отсюда откуда я русский здесь собрались свободные люди чтобы стоять насилие которое вы творите в Беларуси понял ты и твой Путин там творят насилие я никогда не жил в России это вы расстреливаете людей это ваши человека это вы поддержите я никогда не жил в России поэтому вам здесь не место вам здесь не рады об этом чуть позже поговорим так вот у меня такое впечатление что это не правозащитная организация а это какие-то представительства или вербовочные пункты ИГИЛ у меня такое впечатление и отсюда возникает вопрос к европейским гостям а почему все это безобразие творится на за деньги ваших налогоплательщиков у них прошу гранты и просто деньги на публикацию перевод книг на политический театр на документальные фильмы о ситуации с правами человека в Узбекистане мне говорят нет иди нахрен ты не попадай в стандарты ты белый ты не экстремист не террорист и ты не гей кроме того это еще русские а это был выход за толерантную за эту клинику толерантную паранову что касаемо ООН повторяю это гуманитарная помойка пораженная чудовищной коррупцией по этому поводу есть очень много бери любого генсека ООН это чмо Антонио Гутерриш это чмо панги чмо панги это чмошники которые сливали мясо в память у меня есть 2002 год визит кофе Антонио в Ташкент и я выставил ту огромную очередь замерзл как сейчас помню предоставил огромный на английском языке я сам переводил о пытках о внесудебных казнях о произвольных арестах о том как насилить жен на глазах мужей все это передал кофе Антонио разговаривал с ним как с вами сейчас рядом сидел его помощник я эту папку передал помощнику кофе Антонио сказал все спасибо на следующий день меня задерживают менты из губа до Ташкент в него выбивают два зуба и ломают одно эрбро объясняю что никаких пыток и нарушений прав человека в Узбекистане нет при этом они меня бьют по башке вот этой моей же папкой которую я отдал кофе Антонио лично кофе Антонио надешивают черти в аду специально за него приготовили один котел по горячее это такой же соучастник военных преступлений или преступлений против человечества как Ислам Каримов надеюсь они там встретились в одной котле далее сколько раз я просил чтобы меня пустили выступить на сессии ООН с альтернативными докладами о ситуации права человека мне опять же ты попадаешь в стандарты тут же так же случилось что я здесь работаю с ребятами африканской внешности здесь уже в Марвене и они все говорят в один голос какой идиот пустил этих чертей туда ведь программы помощи голодающей Африке по сути не работают люди стали жить еще хуже все вот эти звезды голеводы которые участвуют в этом они все умышленно или не умышленно тоже участвуют в этих коррупционных схемах обогащается только верхушка которая покупает себе там дорогие машины биллы золотые часы и прочее в свое в то же время по моему было это 2001 год помню такой скандал который потом сразу замяли типа вы все расисты и все такое когда коджоанн на правах сына агенции ЭКООН продавала выгодные контракты в том числе европейские как сейчас швейцарская фирма не будем делать рекламы которую пихали в Африку просрочку в большом количестве эту просрочку продукты питания потом эти дельцы африканские продавали местным голодающим не отдавали бесплатно а продавали сколько на этом заработал сын агенции ЭКООН мне к сожалению не известно а сейчас получается что ваш покорный слуга это не просто Розбек спасибо кстати за коментер не просто Розбек а единственный УРУС во-первых который был осужден тогда по 159 вахабистской статье посмотрите на меня все за мной я и второе я единственный попытаюсь рассказать о том что творится в Узбекистане рассказать правду о Узбекистане и Кыркунистане о репрессиях о трансфандериях о пытках о судебных кратиях они говорят нет ты должен быть либо черный либо ты должен пронкнуть к этим шайтанам либо быть геем сам то есть такие белые гетеросексуальные мужчины атеист без явных психических отклонений или физических недостатков у них признан недочеловеком это прямо написано читай между строками и это неогебельщик гебель сообщена у них преподносится как норма далее почему с коллегами у меня не складывается ну смотрите давайте возьмем самый простой пример туда куда я обращался например МИД Морвегия они четыре раза в год расстают серьезные гранты на гуманитарные программы ну как говорится съесть то он съесть а кто ж ему даст так вот МИД принимают у меня заявку они никогда не отказывают принимать заявку поэтому нам нужны минимум были рекомендации пожалуйста мне есть рекомендации единственное кто их может дать вам это вот Amnesty International Human Rights Watch Human Rights House Сельсинская Федерация и и прочее я иду к ним они говорят ты знаешь мы мы не совсем можем давай вот у нас есть эксперты в общем они выслушают эти эксперты ребята из самого стабильного региона с Калиновстана мне говорят ну как это брат ты мне помоги я тебе помогу у них ставка везде одна где бы они не были 50% отсюда мне вопрос а если ты не согласен то все тебя относят какие-то черные списки если ты не согласен то все ты сразу расист нацист фашист и так далее я знаю вас очень хорошо я отложил с вами много-много лет бок о бок один из вас даже стал мне пусть дальним но все-таки родственником так вот зачем вы лежите оттуда из грозненского ада повторяю в который раз в Европу в Казахстан в Америке где бы вы ни оказались вы везде с собой несете эту кладуручку зачем люди приезжают по сути из отдаленных регионов ну грубо говоря спускаются с гор в цивилизацию в Европу по каким законам собираются жить эти люди по законам гор или все-таки по европейским законам нет вот это мне не ясно хотелось бы получить внятный ответ потом по поводу всех вот этих кто мне отказывает предлагает коррупционные системы правозащитным организациям амнистиям я думаю что если мы когда-нибудь придем к вас если такое будет пожалуйста вы в Узбекистан не приезжайте неуважаемые не коллеги кривозащитники почему потому что если мы придем к власти я буду настаивать на том чтобы вас арестовывали и сажали в те тюрьмы из которых вы сейчас не хотите вытаскивать людей чтобы вы на своей шкуре почувствовали что вы просто похлебали эту балангу из геменных любых кишков чтобы вас оттоваривали губинатором по спине чтобы вы поняли что это такое от чего вы могли и они все время как на том же сессии ОБСЕ или те же ООНовские чиновники и та же администра пишут мы ничего не можем сделать нахрен ты нужен тогда если ты ничего не можешь сделать ты просто занимаешь месть и получаешь немаленькую зарплату кроме этого они еще срут в уши людям что те правда рубы какие какие-то какие-то не такие какие-то поговорим еще на эту тему например очень многие коллеги простых господи ребята вы им даете миллионные гранты я на них смотрю ну реально с ними не должна работать психиатр тоже Маша например она требует к себе обращаться и говорит что мы не я в этом есть я местоимение я а она от себя обращается мы она вебинарная личность и вот как она вы оно получает все вот эти плюшки ей публикуют книги переводят ее жутко какая-то я был в одной из такой организации которые мне предлагали откаты делать значит они делают различные доклады по узбекистану я перед ними развернул контурную карту и попросил пожалуйста не открывать свои гаджеты знаете контурную карту этой школы покажите где Туркменистан где Таджикистан они не смогли показать на карте где это находится они даже не знают где это находится потом случилось так что видать они забыли про это и я двумя из них переселся в одном из торговых центров здесь в Норвегии там стоял огромный обувь доступности можно его руками потрогать покрутить но не было написано стран везде разного цвета покажите здесь узбекистан один там тыкал где-то в районе где-то Египта или Туниса то есть и эти черти они указывают дают отчеты о правах человека узбекистане они даже не знают где это может быть они не могут на карте даже показать а нам объявляют что вот такие вот дела и эти же организации потом они срут в уши везде распространяют не молиться о том что я какой-то там агент ФСБ что я работаю на Крем что откуда я здесь собрались свободные люди чтобы оставить насилие которое вы творите в Беларуси понял ты и твой Путин там творят я никогда не жил в России это вы расстреливаете людей это ваши человека это вы поддержите всех я никогда не жил в России я там кого-то где-то шпион ну во-первых ребята за 21 год а здесь очень мощная спецслужба за 21 год никто из них не имел не имел никаких претензий ко мне и не имеет на это официальный документ что норвежские спецслужбы не имели ко мне никаких вопросов вообще не будут иметь знаете почему потому что если какая-то российская китайская иранская белорусская разведка ко мне обратиться первое я пошлю их на хрен а второе незаметно для них я вызову полицию все они это знают поэтому российская разведка или белорусская они обходят меня десятой дорогой а я им отвечаю взаимностью так вот мы никогда не пересекемся второй момент что у вас у придурков можно такой шпионить все что есть вы все выкладываете в этих фейсбуках сиськограммах и прочих глупо остаетесь так вот действительно дыма без огня не бывает здесь это правда я до 2014 года сотрудничался без спорта сотрудничаю со многими международными СМИ в качестве видеооператора у меня есть аппаратура исключительно как видеооператор иногда как переводчик иногда как сопродюсер то есть нахожу материалы и в том числе дважды я работал с российскими телеканалами первый раз это была тема по браевику и второй раз с телеканалом россиян по русскому нацисту Вячеслав дацик он же рыжий тарзан все дальше было у нас небольшое сотрудничество с этой газпромовской помойкой НТВ которые задолжили мне 600 баксов и кинами на это с тех пор я работал я с ними всякое сотрудничество прекратил далее с 2014 года я оборвался с ними всякие контакты но я действительно с теми с кем я работал я на эти деньги издал свои книги в тот момент когда вы кривозащитники шайтан вас всех побери мне в этом отказывали все и теперь значит по поводу и теперь значит по поводу то что работал я с американскими канадскими британскими ротейскими украинскими вас это никак не смущает вас за дело что я работал с двумя российскими СМИ во-первых кто вы нахрен такие же мне указывает с кем работать во-первых во-вторых это было еще до 2014 года и в-третьих на эти деньги я издал книги ну и все эти деньги то есть я пустил на доброе дело тебе буквально ничего не взял далее теперь значит по поводу коллег и еще одной выставки по вашей просьбе я значит достал книги по поводу художника вот этого это кстати было примерно в то же время такой есть художник норвежский Лигар Твинге погуглите какой-то такой ну вот смотрите такой значит как раз все эти 12 лет он получает примерно от 37 до 40 миллионов норвежских крон в год бюджет это где-то от 4 до 4 с половиной миллионов долларов в год и власти говорят что дают ему деньги исключительно для того чтобы так дурь занимался так чтобы занимался искусством так что он делает как я раньше говорил он делает себе кризмы из гуаши берет чистое полотно дрищик гуаши потом вставляет в нос кисточку и кисточка размазывает по полотну и это называется искусство а всем вы дебилы я художник эту книжку все то есть ты просишь на книги они тебе хрен ну разумеется коллеги по либеральному цеху тут же нашли долгую заставку где девушки рисуют если так можно назвать картины менструальная кровля даже не хочу обсуждать это так что вот вот вам и пожалуйста ну и в завершении темы как я сказал про Кадыровщину сегодня не на пустом месте был это 2020 год как раз вот летом это были белорусские протесты после того в августе когда винты на улицах белорусской столицы просто лютовали по беспределу били всех даже есть случаи по моему даже кого-то там и убили так вот я не думал я не думал на эту тему ну кроме Сачуссля заходил по центру Сачуссля и увидел странные флаги ну потом это флаги погони белорусской оппозиции БЧБ белый червоне белый подошел поговорил с девушками собственно вот сюжет и тут на меня нападает нечто пока что в чистом на словах я независимый журналист да путинский агент русский фашист да ты меня забыл я помню с какой радости и русский фашист я никогда не жил да с какой радости ты ж пишешь и это хорошо будет что ты на камеру посмотришь ты русский фашист и пошел вон откуда я русский здесь собрались свободные люди чтобы ставить насилие которое вы творите в Беларуси понял ты и твой Путин там творят насилие я никогда не жил в России это вы расстреливаете людей это ваши чувака это вы поддержите я никогда не жил в России Я с какой радостью к России и к Путину? Я против Путина. Да, да, да. Мы за Украину и за Белоруссию. Я против Путина. Чей Крым? Чей Крым? Украинский, конечно. Ты прошелся, отойди, не мешай. Назвав меня... Это как раз те кривозащитники из той плеяды, которые мне предлагали распил. Не конкретно вот этот пациент, да? Так вот, он узнал, что по материнской линии я, по-волжский немец, стал кричать, что я русский фашист, работал на Кремле и так далее. Что, собственно, тянет как минимум на 6 статей Уголовного кодекса Норвегии. И этот кривозащитник, а это именно кривозащитник, он, собственно... Я ждал 4 года. Ну, примерно через месяц мне позвонил какой-то мудак из... Именно мудак. Если он меня слышит, я ему говорю, мудак, потому что норвежец, который говорит по-русски. Я ему говорю, мудак из норвежского МИДа звонит мне с угрозами и с наметами, когда я подал заявление против Хмеда Гесаила, неуважаемый не господин Гесаил. Так как ты привык обращаться ко мне на «ты», а я немножко старше тебя, поэтому отвечаю тебе тем же. Я ставлю тебя в известность. Действовать твоими методами я не буду. Запомни, я посажу тебя в тюрьму. Пусть ненадолго, но если ты такой кривозащитник, которого у кого-то, у какого-то барана хватило мозгов дать тебе диплом адвоката... Да, Хмед Гесаил в свое время сам пострадал от Кадырова. Но здесь превратился вот в такое местечко у академика и генерал-полковника. То есть везде он эксперт, везде он все знает, он все видел. Присутствовал при том, как меня якобы ввербовали ФСБ. За 21 год здесь норвежские службы, они работают очень четко. Они меня проверили, перепроверили, они слушают мой телефон, они читают почту, они знают, где я бываю, они сделают все. Они единственные, как с фонариками, в задний проход не заглянули. Там ничего не прячешь, но если им надо, они и туда заглянут. Так вот, у них нет кинетензий. А у таких вот, как Форум 18 и прочие кривозащитники, они у себя возомнили какой-то контрразведкой. Вы не контрразведка, вы говно на палке. Я вам это в лицо всегда говорил. Потому что там люди от меня ждут помощи. Я эту помощь оказываю, как могу. Тоже публикация книг, не вставляя бы палки в колеса, то мои книги были бы опубликованы не в 2013 году, а намного раньше. И этот шайтан Ислам Каримов, он бы отправился туда, к чертям, не в 2016, а намного раньше. И эти люди, которых я пытался спасти, 99,9% мусульман, кстати, они были бы живы. Их семьи бы остались целыми. И они бы могли вернуться. Но вы не даете это. Вы предлагаете мне откаток 50%, 90% и прочее. Так вот, неуважаемый они, господин Бесаев. После этого инцидента я ждал 4 года. Ты мог найти меня, позвонить. У тебя есть мои контакты. Просто позвонить. Мне не нужны извинения. Я не рамзанов, потому что мне тут извини, я вам не нужны. Дом. Мне нужны показания. Сначала перед следователем, а потом и в суде. Не проси тебя, Аллаха, отказаться от этого. Что дьяконов тебе там иголки под пальцы ссавал и заставил тебя давать такие показания. Так вот, мне нужны показания, кто тебя насрал в уши. Что я фашист, нацист, расист. Я не участвовал и не буду никогда участвовать в никаких нацистских маршах. Я никогда не зиговал и не буду зиговать. Я одинаково яро ненавижу как красных, так и коричневых. Для меня что фашики, что коммунисты, как говорят в наших краях, в которой я родом, черная собака, белая собака, все одна собака. Для меня это не люди. Я не могу с ними иметь ничего общего. Интервью с Дацитом я давал, поскольку я там был всего лишь видеооператор. Я ему даже никогда руки не подался. Хотя первый раз я с ним сфоткался, когда на улице, это был по-моему, одиннадцатый год. И на улице ко мне пришли два парня, один из них был с Дацитом. Я не знал, что он был тогда еще на свободе. А если вы помните все портажи Дацит, он на следующий день сдался, его арестовали. Так вот подходит. Здравствуйте. О, а вы такой-такой, да, кусался-то. О, как приятно. А вот это чемпион мира по боям без правил. Вот такой вот обладатель золотого пояса. Каждый же день встречаюсь с чемпионом мира. Ну, а можно с вами фоткаться? Ну, давайте сфоткаемся. И эта фотка разлетелась, потом как я якобы. На следующий день, конечно же, что увидел в этом фрессе, то есть где он там со свастикой на майке зигует в полиции. Бог там, а хуя, я протал. А действительно потом отнуться было очень тяжело. Вот. Так вот, ребята, вы никакая не спецслужба. У спецслужб ко мне нет никакой претензии. Вы коррупционеры, вы жуйё, вы те ребята, которые здесь есть, чеченцы, я знаю очень многих. Это добропорядочные люди, ведущие здоровый образ жизни, со светлым мозгом. И, как правило, сами приходят в мой дом, пусть я плов на кастыре, приготовлю, посидим, чаю, потом поговорим. Плюс-минус 99,9% из них они мне отвечают, то есть мне и с кем же. Но есть вот такие вот индивидуы, которые возомнили себя в застыдинном вселенной. Что они теперь правят. Они открывали своих организаций, которые, по сути, я не знаю, чем они занимаются, там пусть ребята чеченцы напишут. Наши ташкентские чеченцы, они грудные. Если бы кто-то в ташкенте от чеченца услышал в адрес нас, поволжский немцам, ты фашист, они бы просто поджопников не давали бы. Хотя бы потому, что у чеченцев, например, есть всего два братских народа. Это казахи и поволжские немцы, которые в лихую годину приняли в своих домах как своих родных. Потому что чеченцев сослали к нам в тогдашний Туркестан. В тогдашний Туркестан в 1944 году. Моих родственников сослали на 8 лет раньше. Моя бабушка по материнской линии, она воспитала своих шесть детей. Двух мужей пережила, еще четверых усыновила. Из них один был чеченец. Вот так. А один какой-то не самый адекватный человек, ну, давайте будем говорить честно, мудак, назвал меня русским фашистом. И он за это ответил. И он за это должен сесть в тюрьму. Чтобы избежать этого, нужно сделать очень простые вещи. Надо просто дать показания, кто тебе насрал в мозг, что я какой-то там агент и из чего друг. Если бы случилось так, что он нашел бы меня, позвонил бы мне, сказал, ну, извинения, не обессудь. Там были телки, жарпастые, сисарстые, губастые. А это были именно телки, потому что с линиями все белорусские протесты. А у меня, как у любого Кавказа, когда член стоит, голова не работает. При всем моем уважении мурчит. Есть за вами такой грех. Есть. И за узбеками такой грех есть. Но этой синхронизации нет. Когда встает, мозг не включается. Это и есть. Я сказал, ну, ладно, забыли и все. Нет. Неуважаемый Ахмед Бесаев, ты включил терпилу. Это крайне немужской поступок. Ты пошел к своей крыше, я об этом тоже скажу, которой ты стучишь на землетор. Ты пошел к своей крыше и эта крыша, МИД, стал звонить мне с угрозой, которого я послал. Если он хочет, я сказал, мы с тобой тоже будем говорить с судьи. Он сразу, а нет, дело в том, что я отправил в организацию, где работает или работал Ахмед Бесаев в своей книге и заявление, скажем так, предложение о примирении. Они никак не отреагировали, они просто стали жаловать о своей крыше. Теперь, для, как я сказал, для любого поволжского немца это очень серьезное оскорбление. Дорогие манзюльники, вот ангушляр, вы, многие из вас работали, жили в России, знают, что такое русский фашизм. Так вот, вас многих называли неприятными словами на бухгуте, которые я даже повторять не хочу. Почему я должен это спускать? И теперь по поводу крыши, что не всякому человеку здесь дадут открыть свою кровозащитную организацию. Имейте это в виду. Ведь спецслужбы местные, они хотят получать регулярные инсайды из диаспоры. Кто чем живет, кто где подворовывает, кто где по черному зарабатывает и то же. Поэтому дорогие мои мурчи, поживающие в Норвегии, помните, если вам показалось, что на вас кто-то стучит в УДИИ, УНИЕ, ФЕСТЕ, ВНАФ и прочее, поймите, вам не показалось. И в завершение это, дорогие мои коллеги, коллеги беру в огромные кавычки. Так не бывает, вокруг, как вы понимаете, вокруг все гандоны, а только вы единственные, есть воздушный шарик. Такого не бывает. всем удачи, жду комментов, пишите в личку, я читаю практически все, что-то если пропускаю, извините, это не улучшено. В общем, всем удачи, всем всем аплодисменты.